Валентине Тихоновне Баты было всего 8 лет, когда она вместе с семьей оказалась в осажденном Ленинграде. Совсем маленькая девчонка, она узнала, что такое война, ночные обстрелы и голод. Некоторые моменты врезались в память на всю жизнь. Мы с братом сидели на кровати уже, обесилившие. И вот эти корочки хлеба, которые давал, ну хлеб это 125 грамм уже было, мы как-то старались же этой корочкой сохранить. Голодных ребятишек надо было кормить. Варили кисель из клейстера и бульон из хлебных корок. Который тогда маленькой Вале казался самым вкусным. У нас была такая печурка, и там вот кипятилась вода. И в эту вону бросали вот эти маленькие кусочки хлеба. И вот этот бульон, я говорю, ой, такой бульон я всегда буду пить. В 42-м году их семье удалось покинуть город через Ладожское озеро. С тех пор прошло 78 лет. Но воспоминания о тех тяжелых днях до сих пор свежи. Каждый год в день полного освобождения Ленинграда она приходит к вечному огню, чтобы почтить память тех, кто выстоял и не сдался. В этом году вместе с жителями блокадного Ленинграда цветы к мемориалу возложили представители Городской думы, администрации, ядерного центра и дошкольники. Торжественные мероприятия ко дню снятия блокады продолжились в администрации. Со словами благодарности к тем, кто в годы войны жил в осажденном Ленинграде, обратились первые лица города. Огромная благодарность вам еще от нас за то, что вы доносите вот это свое чувство, свою любовь в нашей стране до молодежи, до детей, которые воспитываются на вашем примере. В Сарове сейчас живут 32 жителя блокадного Ленинграда и один защитник города-героя. Всех их наградили памятными медалями к 75-летию Великой Победы. Елена Горецкого, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Сару-24.